Вперед! Вперед, открываем двери! В моем большинстве случае мы ломаем дверь! Работаем! Привет, друзья! Сегодня мы поговорим о том, как проявить должное осмотрительность и осторожность при выборе контрагента. Фактически я дам вам инструкцию к действию. Несмотря на то, что четкое понятие должной осмотрительности не содержит ни один источник права, оно активно используется налоговыми органами и судами в случаях, когда речь идет об обоснованности вычета по НДС и включении расходов в состав затрат при расчете налога на прибыль. И суды, к сожалению, в 99% случаев встают на сторону ФНС. На практике под проявлением должной осмотрительности и осторожности понимается использование налогоплательщиком всех доступных ему возможностей для получения и проверки информации о контрагенте. Придется проявлять должное осмотрительность нам. Но как же это сделать? Если вы средний или крупный бизнес, то оптимально будет разработать специальный регламент по должной осмотрительности и осторожности и вести должность по данному направлению деятельности в вашей фирме. Или возложить эти обязанности на уже имеющиеся работника, например юристы. Ну а мелкий бизнес вынужден будет все делать сам. В результате ее проявления вы должны убедиться, и не только убедиться, но и доказать то, что убедились в ФНС и в суде. Поэтому все документы и скриншоты сохраняем. Итак, убедиться в том, что контрагент является добросовестным лицом, ведет реальную хозяйственную деятельность, располагает необходимыми возможностями и ресурсами для выполнения обязательств по сделке, платит налоги и с ним можно заключить договор без риска негативных налоговых последствий. Указанная проверка будет полезна с точки зрения исключения гражданско-правовых рисков по исполнению потенциальным контрагентом договора с вами. Я думаю, не стоит говорить о том, что с фирмами-помойками, однодневками в наше время работать в себе дороже. Друзья, ниже я приведу минимально необходимый набор документов и мероприятий, которые позволят вам обезопасить свой бизнес от претензий ФНС, но никто не запрещает вам расширить их перечень. Проявление должной осмотрительности и осторожности можно разделить на несколько шагов. Мероприятие до заключения договора. Шаг номер один. Запрос определенных документов у каждого нового контрагента. Документы должны быть в оригиналах или заверенных надлежащим образом копиях. Рекомендую запрашивать следующий минимальный пакет документов. 1. Свидетельство лист записи ЕГРЮ и ЕГРИП. 2. Свидетельство о постановке на учет юридического лица индивидуального предпринимателя в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ. 3. Уведомление о постановке на учет в налоговых органах в качестве плательщика УСН или ИНВД. 4. Или уведомление об использовании права на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика ОНДС на соответствующий период, если контрагент не на общей системе налогов положения. 4. С такими работать более безопасно. 4. Актуальна выписка из ЕГРЮ в ЕГРИП. Выписку вы можете сделать и сами на сайте Федеральной налоговой службы. Чтобы ее сделать, заходим на сайт Федеральной налоговой службы, то есть в поисковике набираем ФНС, выпадает Федеральная налоговая служба, заходим. Заходим на сайт, находим раздел «Сервисы», «Риски бизнеса», «Проверь себя и контрагента», заходим в этот подраздел, запомните его позже, мы к нему еще вернемся. В этом окошечке мы вводим ИНН контрагента, я случайного контрагента взял. «Результаты поиска» нам выдал, что это общество Феникс, город Москва, адрес ОГРН и так далее. Здесь у нас справа кнопочка «Получить выписку», нажимаем «Получить выписку». Теперь смотрим вот сюда, выписка загрузилась, открываем информацию. Ну вот у нас официальная выписка с электронной подписью налоговую службу. Из нее вы можете взять очень много полезной информации, когда общество зарегистрировано, тем зарегистрировано, то есть его акционеры, извиняюсь, учредители, уставный капитал общества, виды деятельности, то есть основной, дополнительные виды деятельности, ну и так далее. Вот это все у нас содержится в выписке. Ну и вот видите, да, электронная подпись ФНС. Следующий у нас нюанс. Документ, который вы запрашиваете, обязательно это устав, ну учредительный договор, если он есть. Протокол, решение, приказ о назначении избрания единолично исполнительного органа юридического лица, главного бухгалтера или приказ о возложении обязанностей главного бухгалтера. Лицензии на осуществление деятельности, относящейся к предмету контракта договора, если такая деятельность подлежит лицензированию. Доверенность на лицо по полномочию руководителям организации представлять ее интересы, если таковое, конечно же, имеется. Копия паспорта руководителя и доверенного лица. Документы, подтверждающие наличие у поставщика материально-технической базы зданий, земельных участков, сооружений, автомобилей, машин, оборудований, специализированной техники, инвентаря и т.д. здесь можно указать все, что угодно. В общем, что будет подтверждать то, что он реально может исполнить свои договорные обязательства. Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год. Ну, то есть это в виде декларации подается, в виде декларации вам предоставят. То есть вы с этого документа будете видеть среднесписочную численность за год и будете понимать вообще этот контрагент в состоянии выполнить свои обязательства исходя из трудового коллектива или это просто пустышка, в которой числится один номинальный директор. Так, актуальная справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, педям и штрафам. Из данной справки вы получите исчерпывающую информацию о состоянии расчетов по указанным в моем платежам. Ну и так, шаг 2. Получив от контрагента пакет документов, выполняемых анализ и проверку контрагента в открытых источниках информации. Не забываем делать скриншот, в котором будет отчетливо видно название сайта и дату. Рекомендую проверять и делать скриншоты на следующих сайтах. Первый – это естественный сайт Федеральной налоговой службы. Снова возвращаемся к нему. Проваливаемся на сайт. Снова находим раздел «Сервисы. Риски бизнеса. Проверь себя и конфидента». Проваливаемся. Первый скриншот мы делаем. Вводим здесь именно. Повторяем, что есть, которые делали для поиска, для скачивания выписки. Вот здесь, да, именно я тоже компания все. Вот у нас вот эта страничка появилась. Ее скриншотим и сохраняем. То есть это мы подтвердили, что контрагент действующий. Если он будет не действующий, здесь у нас будет отметка. «Дальше». Дальше заходим, спускаемся ниже, вот сюда. Здесь видите, у нас первые три пункта нам особо не нужны, поэтому провалимся дальше и заходим в раздел «Прозрачный бизнес». вот через это окошечко. То есть раньше приходилось вручную, там много пунктов отрабатывать сейчас уже в «Прозрачном бизнесе». Вот мы провалили с него, опять вводим «ННН», делаем поиск. В «Прозрачном бизнесе» все автоматизировано. ФНС у нас стоит на месте, развивается. Вот видите, да? У нас нашлась организация. Вот она. Москва и так далее. Здесь у нас всякие разделы. Тут «Сведения о физических лицах, являющихся руководителем нескольких юридических лиц. Критерии совпадений не найдено. Сведения о физических лицах, являющихся учредителями нескольких юридических лиц, также не найдено. Дисквалицированных лиц, также не найдено. Ну и так далее. По всем разделам мы провели проверку. Все это скриншотом и сохраняем. Дальше. Следующий раздел опускаемся ниже. Возвращаемся и здесь у нас два пункта, которые не охватываются разделом «Прозрачный бизнес». заходим в них. Друзья, возможно, это немножко нудно, но поверьте мне, это существенно повысит ваши шансы в борьбе с государственными фискальными органами. Ну, здесь опять вводим ННН, да? Код вводим. Здесь мы получим сведения о лицах, в отношении которых факты возможности участия в организации установлены в судебном порядке. вот я цифры неправильно делал. Сейчас, извиняюсь, еще раз введемся. 20-27. А, ну вот, все, как бы, ввели лист цифры. Да, здесь видим, что информация по данным юридическим лицу не найдена. То есть страничку это скриншотим. После чего возвращаемся и вот в этот пункт, в средние органических лицах, имеющих задолженность по уплате налогов и или не представляющих налогоотчетность более года проваливаемся. Делаем еще этот скриншот. Опять же вводим ННН, вводим код, нажимаем ввод. После чего видим, да, что данное юридическое лицо с таким ННН, по состоянию на такую-то дату, не имеет превышающей 1000 рублей задолженность по уплате налогов, которая направлялась бы судебному приставу исполнителю на взыскание и представляет налоговую отчетность. Ну, то есть он ее представляет вовремя. С сайтом НС мы практически закончились, но на ваше усмотрение, конечно, я вам рекомендую еще воспользоваться в ходе проверки контрагента по таким вот калькулятором. Заходим на прозрачный бизнес, как вы видите, калькулятор здесь подраздела есть, проваливаемся в него. Это налоговый калькулятор по расчету налоговой нагрузки. Здесь на страничке у нас есть налоговый период, выбираем, он равен году, допустим, 2018 год. Вид экономической деятельности выбираем. Ну, пускай вот выберем, да, рыбоводство и рыбоводство. Там, если есть более конкретный вид деятельности, там можно проваливаться еще глубже. Вот Санкт-Петербург у нас будет. Пусть показать средние отраслевые показатели. Ну, вот у нас как получается совокупная нагрузка без налог на добычу полезных ископаемых и акцизов с МДПИ. Такая вот нагрузочка на средняя отраслевая по налогу на прибыль. Вот такая вот нагрузочка средняя отраслевая, нагрузка по НДС, вот такая. Дальше. После этого мы получим средние статистические показатели по региону. Регион, естественно, набираем тот, в котором зарегистрирован ваш контрагент. Дальше заходим в сам калькулятор. Вот он, да. Вот здесь вводим, да. Все, все написано, что нужно ввести. Сумма фактически уплаченных налогов всего 1000 рублей. Фактически уплаченных налогов всех. НДПИ и акцизы, налог на добычу полезных ископаемых и акциз, если их нет, уставим здесь ноль. Налог на прибыль, НДС, сумма доходов всего 1000 рублей. Рассчитать фактически показатели нажимаю. Я все это заполнять не буду, там долго, ничего сложного в этом нет. После того, как вы рассчитаете, эти графы будут заполнены, и сразу отклонение у вас будет указано. То есть вы увидите среднестрасливые показатели и расхождение ваших контрагентов. Или они будут в зеленой зоне или вылетать будут в красную зону. Также вы увидите рентабельность продаж. Можете посчитать. Вот такой показатель. И средняя заработная плата рублей в месяц по данной упорости, по данным регионам. Вот такая вот. То есть можете запросить данные и сравнить со среднеотрасливыми. сайт, который я рекомендую использовать для проверки контрагента. Это сайт Федеральной службы судебных приставов. Заходим на сайт. Заходим в раздел «Сполнительное производство». Выбираем. Подгружается компьютер. Здесь выбираем расширенный поиск. Победим. Победим. Коррупция закрываем. Итак. Расширенный поиск. Выбираем. Выбираем. Юридическое лицо. Если лицо. Если лицо. Физическое. Если не физическое. Но в основном работаем с юридическим. Поэтому на нем примере я покажу. Здесь выводим номинование предприятия. О. Феникс. Да. У нас все регионы. Здесь выбираем. Что у нас там Москва. Было. Вот у нас Москва. Нажимаем. Найти. Сразу говорю. Если здесь будет. Много. Результатов. С похожим названием. То придется вводить адрес сначала. Да. Нас просят еще ввести. пароль. Вводим пароль. Да. Если будет много. Фирм общества. Таким названием. В указанном городе. регионе. Идентифицировать. Вы их сможете. Только указав точный адрес. сплоть до. Номера дома. Вот видите. У нас. 134 страницы. Получается. Наименование данного контрагента с такими наименованиями. И все идут с разными адресами. Москва. Булатникевская. Чичерский. Булатникевская. И так далее. То есть. Просто. Ввести нужно будет адрес. Следующий сайт. Который я рекомендую использовать. Это. Сайт. Арбитражного судопроизводства. Арбитр.ру. Заходим на нем. В раздел. Сейчас. Подождите. Зайдем на сайт. Арбитр.ру. Все сайты проверены. Открыты. Доступ открыт. Можете смело заходить. Пользоваться. Вот. На. Подраздел. Заходим на сайте. Картытика. Арбитражных дел. Здесь. Вверху. Участник делал. Буден. Именно. Юридического лица. Которого. Ну. Индивидуального предпринимателя. То есть. Контрагент. Найти. Нажимаю. Вот. И видим. Да. Все те ажбы судебные. Которые у нас происходят. Видите. Вот. Вот. Свеженькая. Абсолютно. Практически. Дата. Крестово. Судебное. Что-то взыскивает с фениц. Ну. Так. Вот. Смотрим. Да. Вниз. Довольно. 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 Богатая у него история. Тяж. Поэтому. Где-то. Что-то. Если. Вас интересует. Можем провалиться. На. Вот. Здесь. На. Подсветочку. Семья. На. Номер дела. Проваливаемся. И. Можем. Прямо. До. Исков. Почитать. Что же там у нас происходит. Особое внимание обращаем на. ИСЦА. В виде ФНС. Когда идет здесь ФНС. То. Желательно провалиться. И посмотреть. О чем идет речь. Чтобы подстраховаться. Остальные. Как гражданские. Более менее. ИСЦА. У вас. Не. Это. Естественный. Гражданско-правовой. Так скажем. Главное управление. По вопросу о миграции. Министерства внутренних дел. Российской Федерации. Гум. Мвд. РФ. Вот так. Набираем. Найти. Заходим на сайт. На сайте гум.мвд.рф заходим в подраздел «Полезные сервисы МВД России», дальше заходим в сервис по вопросам «Проверка по списку недействительных российских паспортов». То есть помните, в каких документах я вам рекомендовал запрашивать паспорт, копию паспорта как директора, так и доверенного лица. Для этого мы запрашиваем, для того чтобы можно было проверить их на действительность номинально для этого директора или представитель действующего на паспорт, серия номер, вводим, да, все понятно, здесь код, отправить запрос и получите ответ, что паспорт там действительно, недействительно, числится в розыске и так далее. Все четко. Для облегчения ручного труда и быстрого анализа контрагента рекомендую вам использовать специальный сервис наподобие «Контурфокус». В результате анализируя полученные документы и проверку по позам данным, вы должны сделать однозначный вывод о том, что контрагент является добросовестным лицом, ведет реальную хозяйственную деятельность, располагает необходимыми возможностями и ресурсами для выполнения договорных обязательств. Платит налоги. Если вы не можете сделать такой вывод, однозначный вывод, то заключать договор с таким контрагентом я не рекомендую. все предоставленные документы храним не менее четырех лет, скриншоты в том числе, после прекращения договорных отношений с контрагентом. То есть, когда договор у вас перестал действовать, еще четыре года не менее храним документы. Они вам могут понадобиться в качестве доказательства. Итак, следующий шаг, друзья, это мероприятия в процессе исполнения договора. Мероприятия в процессе исполнения договора. Если ваши договорные отношения с контрагентом длительные, то рекомендую проводить мероприятия по проявлению должной осмотрительности и осторожности в процессе исполнения договора не реже одного раза в год. Минимальный их набор состоит из проверка с сохранением сприншотов по всем вышеперечисленным базам данных. То есть, все базы данных, которые мы использовали для проверки контрагента в период до заключения договора, мы используем их снова в период действия договора. Значит, следующий пункт, это запрос справки Федеральной налоговой службы о состоянии расчетов по налоговым сборам пеням и штрафам. Запрос выписки ЕГРИ. Выписку, как вы поняли, вы можете сделать уже и сами на ваше усмотрение. Запрос обновленных сведений о материально-технической базе среднесписочной численности. То есть, изменились у него какие-то условия или нет. Количество работников, количество ресурсов. Возможно, он все вывел, у него первая пустышка превратилась в забит. Запрос бухгалтерской отчетности. Баланс, отчет о финансовых результатах, отчет об изменениях капиталов. По нему, в принципе, вы посмотрите его финансовое состояние. Выписка из книги «Покупок-продаж» касательно ваших взаимоотношений, есть ли контрагент на общей системе налогообложения. То есть, вы, в принципе, сможете сравнить, что отразил он в своих книгах, что отразили вы, совпадает ли они. Рекомендую дополнительно для себя проверять показатели контрагента в налоговом калькуляторе по расчету налоговой нагрузки на сайте РФ. То есть, калькулятор я вам также показал, пользуйтесь им, он достаточно полезен. Хотя, не очень, не все средние, так скажем, показатели среднеотраслевые, они идеальны, но более-менее близко показывают реальное состояние дела. Анализируя полученные документы и проверку по базам данных, вы должны снова сделать однозначный вывод о том, что контрагент является добросовестным лицом, ведет реальную хозяйственную деятельность, располагает необходимыми возможностями и ресурсами для выполнения обязательств по сделке, ну и платит налоги, естественно. Если вы не можете сделать такой вывод, то вам лучше не продолжать договорные отношения с таким контрагентом. Все предоставленные документы снова хранены не менее 4-х лет после прекращения договорных отношений с контрагентом. Ну и напоследок совет. Старайтесь, если это возможно, чтобы все договора подписывал директор контрагента лично. Оптимально на вашей территории и в вашем присутствии. Также старайтесь не работать с доверенными лицами контрагента, если они не числятся у него в штате. Друзья, если кому-то нужна помощь, я могу оказать содействие в разработке регламента по должной осмотрительности и осторожности, провести дистанционное обучение сотрудников по данному направлению. Не стесняйтесь, если есть необходимость, обращайтесь. Ну все, друзья, всем пока. Подписывайтесь на канал. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо. 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 Спасибо.